Примерно полтора года назад во время работы в Центральном государственном архиве Республики Дагестан мной был обнаружен интересный документ, озаглавленный как предписание генерала Ермолова в отношении астраханского губернатора и других о переселении на Агайца Казыева семью семействами из Киргизской Ассадской Орды в Кизлярский уезд Оно содержало 20 листов и было датировано периодом с 4 августа 1816 года по 27 апреля 1819 года То есть эти три года оно велось, дополнялось Надо сказать, что в нем содержались документы не только на русском языке, но и на северо-кавказском тюрке То есть написаны аджамом, арабской графикой Из русской части, с которой, собственно, я работал, выясняется, что 14 августа 1816 года Каранагайский пристав Валуев докладывал начальствующим над Севером Кавказом над его гражданской военной частью генералу от инфантерии Рутищеву о том, что он получил прощение От общества Найманова Куба о причислении к нему нагайца Мухаммеджана, переселившегося из Оренбургской области Который показал, что его отец, коранагаяц Казакай Кази Алиев, по смутным обстоятельствам и доносам злонамеренных людей В 1166 году хиджры, то есть это 1752 год Григорианского календаря, вместе с несколькими семьями родственников, был выслан в Оренбургскую губернию Там он проживал среди других мусульманских народов И примерно во время Пугачевского восстания был со своими родными захвачен в плен киргизской асаками То есть предками современных казахов Проживая в казахской степи, он, будучи хорошим знатком мусульманского права, был избран казахами Кадием Его усилия на этом поприще были очень оценены правительством Он добивался регулярно пограничных конфликтов Занимался тем, что мусульманские терминологи называются маслят Народной дипломатии, не допускал кровопролития Пользовался большим авторитетом среди местной казахской общины И в том числе и башкирской общины с ними общался После смерти казака Акадия Алиева Югостер Мухаммеджан Ахун был утвержден в том же звании Тот же сталкадием казахов, пограниченных с Оренбургской губернией Кроме того, он работал еще преподавателем Рада Богословских дисциплин в Медресе Оренбургской губернии Предполагал башкирам, татарам, казахам Пользовался им большим уважением среди местных мусульман Вступив уже в довольно статичный пожилой возраст Мухаммеджан Ахун решил вернуться на родину отца То есть в Карангай И переселился через Букеевскую Орду Букеевская Орда – это западный Казахстан Ближе к Кизлярскому уезду И направил это опрошение Вместе с моим коллегой, заместителем директора исторического парка «Россия. Моя история» Востокведом Исмаилом Ханбургзаем мы занялись текстологическим анализом Он занялся, в частности, переводом текста на аджами И выяснил ряд обстоятельств Например, он выяснил, что на самом деле казакая Алиева звали Кази Агай Там текст и так, а вот уже русские передали по-другому его имя Кроме того, он и я занимаюсь этим материалом И посоветуюсь с нагайскими деятелями, учеными востоковедами Пришли к выводу, что Мухаммеджан никто иной, как известный просветитель конца XVIII – начала XIX века Димхала Ака Под этим именем он был известен среди татар и башкир У него учились такие известные религиозные деятели своего времени, как Первый муфтий, председатель духовного правления мусульман России Мухаммедзян Хазрат Хусаинов, живший во второй половине XVIII – начале XIX века Его учеником является религиозный деятель, педагог Абдурахман Сын Абу-Мухаммедшарифа Аль-Кирмани и шейха суфийского братства Нагжбандия Муджадия Поэт-педагог Валид Ишан Аль-Каргали По крайней мере, все они его называют своим учителем Он всем предполагал в этом медресе Сначала он работал, известно, что он работал в селении Кандуровка Там жили, кстати, нагайцы, которых угнали после штурма крепости Святой Крест Он там работал, потом в Каргалинском медресе работал Вот там они, вот эти татарские и башкирские алимы у него и учились Обращаясь к персоне Мухаммеда Жана Ахуна, следует сказать, что по всей вероятности К нему имеет прямое отношение упоминаемое дагестанским ученым Назиром Аль-Дургеле Али Мухаммеда ибн Али Аль-Дагестани По мнению Исмаила Ихан Мурзаева, предания совместили этот образ Мухаммеда Жана Смешали его с образом его отца Казиака Алиева И породили этот образ Мухаммеда ибн Али Аль-Дагестани Потому что уже эти авторы писали спустя сто лет Тот же самый Назир Дургеле после этих событий, спустя сто двадцать лет И они немножко смешали имена этих двух людей Переместили хронологически, допустили некоторые анхронизмы Но в целом это полностью вписывается в их биографическую канво Деятеля этого Мухаммеда ибн Али Аль-Дагестани И скорее всего этот человек по происхождению был нагайцем Потом выслан этот человек Почему так говорят, потому что даже там упоминается у Назира Аль-Дургеле Что он был выслан именно в этот период И получалось, что они жили в одно время, в одном месте Занимались одними и тем же И очень сомнительно, что это было два разных человека Мы сейчас продолжаем работу с Исмаилом Ибрагимовичем Ханмурзаевым И собираемся опубликовать результаты нашей работы В одном из центральных релицензированных журналов Российской Федерации Перевод прошения Найманова Куба Каранагайского приставства О разрешении Мухаммеджа Нахуну Казака и Казыеву присоединится к их общине Достославному высокосановному обладателю достоинства и благодеяния Главному приставу, коллежскому асессору, господину Балуеву Прошение от эфендиев, старшин и другого черного люда Найманова Куба Проживавший в нашем Каранагае казакай Кади Алиуклы по определенной причине В 1766 году уехал в город Оренбург Затем из Оренбурга в смутное время Пугачева был захвачен в плен киргиз-казакскими разбойниками И насильно увезен в велояд киргизов-казаков Проживая среди киргиз-казаков, когда главным правителем Оренбурга был высокостепенный генерал-аншеф господин Игельструм Упомянутый сын Али, киргиз-казакских плохих людей, привел к покаянию Проявив великому императору и великому царю искреннюю верность И за службу встретив награды и благодеяния Затем некоторое время спустя он по предопределению и воле Всевышнего Аллаха Переселился в обитель вечности После этого сын упомянутого Али-углы, Мухаммаджан Ахун Показав свою преданную службу великому императору был представлен упомянутому генерал-аншефу Игельструму Затем он, сдав экзамен достопочтенному и уважаемому муфтью зашел на степень Ахуна у киргиз-казаков Возложенные на него служебные обязанности он выполнял исправно, без недочетов Сведения о его службе должны были быть записаны в книге записей комиссии суда Оренбурга Сейчас же людей, ушедших с упомянутым Али-углы в живых не осталось Однако с семью домами людей, родившихся от них киргиз-казак и детей Мухаммаджан Кади-углы, переехав со стороны киргиз-казака со стороны города Хварезом, прибыл близ реки Урал с письмом о Казии от военного губернатора князя Балконского, главного правителя Оренбурга Он, переехав во внутреннюю сторону линии, перезимовал в местах Качеви и стоянок киргиз-казаков, находящихся под управлением покойного Букайхана, сына Нурали Упомянутый Ахун Кади-углы прибыл вместе с тремя своими спутниками к народу Каранагая Упомянутый Ахун просит разрешения присоединиться вместе со своими подвластными к тутошним своим родственникам Основываясь на этом, обращаясь к нашему милосердному правителю и мы, все большие и малые люди Вилаята Найман обращаемся к могущественному и милосердному правителю Просим, поставив в известность необходимые инстанции рассмотреть это наше прошение и издать приказ что было бы своего рода милостью, оказанную вами, этим беднякам Для завершения этого нашего прошения Эфенди, старейшины и другой люд Наймана подписались 25-е дня Джумады Аль-Ахир 1816 года 23 мая 1816 года Конец цитаты Перевод был выполнен Тхан Мурзаевым Исмаилом Ибрагимовичем Идрисовым Юсупом Магомедовичем и опубликован в сборнике материалов Третьей международной научно-практической конференции «Нагайцы. 21 век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...